Всем доброго времени суток. Рада вас приветствовать всех, кто залегнул на мой канал. Меня зовут Ева Лекцер. И в данном видео хочу вам представить терраскоп с 10 по 16 сентября. Хочу сразу перед вами извиниться, я проштрафилась. В прошедшую неделю я не выпустила терраскоп по ряду семейных причин и обстоятельств. Но ничего, я думаю, мы с вами каким-то образом это наверстаем. Постараюсь вам выпустить максимально возможное мною количество видео в сжатые сроки. Сегодня будем работать с вами Таро в Стране Чудес. Будем смотреть, о чем же нам говорят арканы. Колоду всегда показывают сразу для тех, кто спрашивает, с какой колодой я работаю. Итак, как всегда, настраиваемся на работу, настраиваемся на расклад. И будем смотреть, что же нам принесет последующая неделя. Итак, по традиции начинаем мы с овнов. Овны, давайте смотреть, что же у нас здесь будет. Так, карта у вас упала сама, первая я в листану. Будем рассчитывать как позитив недели. Так, что вам падает на негатив недели и совет от карт. Итак, овны. На позитив недели. Здесь у вас десятка кубков. Ну, карта семьи. Карта благоприятного времяпреповождения. То есть, эмоции бушуют, все у вас замечательно, гармоничное сосуществование. Вне зависимости от того, в семье вы, либо вы без семьи. Эта карта может указывать на ваших родственников, близких людей, либо большой рабочий коллектив. Атмосфера радости, атмосфера благополучия и замечательное настроение. То есть, все у вас сладится, все у вас получается. С позиции негатива недели. Пятерка Пентакли. Здесь у вас ситуация кризиса. Это могут быть какие-то финансовые проблемы, неожиданные траты. Или же здесь, скажем так, с кем-то вы можете попрощаться. Кто-то вас из вашего окружения, то есть, друзей, знакомых или коллег, видите, может выкинуть из своей жизни. Ну, как говорится, все, что не делается, все, что не происходит, к лучшему. И с позиции совета. Что же у нас здесь падает? Шестерка Пентакли. Она здесь перекликается с этой пятеркой Пентакли. Объясню почему. Посмотрите. Чем, скажем, знаменательна эта колода, это прорисовка. Видите, здесь этот кролик кладет печеньки, взвешивает все на чаши весов. То есть, оцениваете, скажем так, других людей не по их словам, а по их поступкам, действиям и отношению к себе. Возможно, это в какой-то мере потребительство, но тем не менее, вы точно будете знать, кто вам друг, кто вам враг, а кто просто так, как говорит карта. Поэтому заботитесь о себе, и все у вас будет замечательно. Так что, Овны, у вас очень хорошая неделя, положительная. Кстати, единственное, что по шестерке Пентакли, если это касается материальных вопросов, то взвесьте, пожалуйста, все за и против, выгодно ли ваше вложение, не переплачиваете ли вы. Еще может быть такой аспект. Так, давайте смотреть тельцов. Тельцы, что же у вас тут? Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Ну, давайте взглянем. Итак, на позитив недели у вас здесь падает десятка Пентакли. Карта такого размеренного, свободного пребывания, карта комфорта, карта семьи, карта такой самодостаточной жизни, карта хорошего заработка, если у вас тут... Ну, то есть, у вас все бьет ключом. Десятка Пентакли, успех попер, можно вам сказать. Кстати, во многих прогнозах в сентябре месяце у тельцов значительное такое вот денежное поступление, хороший финансовый месяц, поэтому не упустите этот шанс. Что же здесь с позиции негатива? Так, с позиции негатива, вот, восьмерка Пентакли, то, что придется усиленно трудиться. Разработка плана и доведение его до совершенства. То есть, любишь кататься, люби, саночки вози. То есть, как говорится, да, деньги вам идут, не отказывайтесь, но тут придется и повкалывать. Ну, уж как есть. В плане совета, что же вам советуют ваши арканы? Ну, как бы деньги деньгами, работа работой, заработок заработком. Не забывайте о семье, уделяйте Толику своим близким, своим любимым людям. Потому что это карта, когда вы нуждаетесь в эмоциях. Если кто-то в ссоре, то помиритесь, обязательно помиритесь. Но идите также, делайте, скажем так, взаимный шаг, делайте шаги навстречу. Если вы пытались к чему-то стремиться, с кем-то договориться, с какой-то группой лиц, у вас тоже обязательно получится. Жизнь идет ключом. Поэтому, дорогие мои, я вас с этим поздравляю. Так. Дальше. Кто у нас здесь? Близнецы. Итак, близнецы, что же здесь у вас? На эту-то неделю. Позитив недели. Негатив недели. И совет от карты. Так, на позитив. Так, на позитив недели, вот у нас здесь тройка кубков. Карта праздника, карта приятного времяпрепровождения, каких-то событий, каких-то мероприятий. Для некоторых может отыграться, да, как ситуация любовного треугольника. Вы в таковое вступите, либо себя неожиданно об этом узнаете. Так что здесь вы смотрите согласно и соразмерно вашей ситуации. В плане же негатива, что у вас здесь. Паржезлов указывает на ситуацию, то, что нужно будет принимать какие-то скорые решения. И для вас эта вот, скажем так, спешка, которая вас толкает, не совсем приемлема. Вы хотите, знаете, как все обдумать. А вас, как говорится, толкают по страсти, давят на вас. Давай, давай, решай, давай, действуй. Поэтому эта спешка может привести к каким-то неблагоприятным последствиям. Задумайтесь над этим. Ну, из позиции совета. Здесь подойдет король Пентакли. По королю Пентакли. Ну, во-первых, самое время сейчас, если вы надумали, во что-то финансово вложиться. Это принесет вам хорошую стабильность. Начинать какие-то новые проекты, какие-то стартапы. Потому что это карта прибыли. Также это карта супруга, либо карта отца. То есть забота об этих людях. То есть уделите им внимание. Ну, и как говорят карты по королю Пентакли. Сейчас самое время также инвестировать в себя. То есть если вы до этого каким-то образом сомневались, сейчас самое время действовать. Потому что здесь, видите, король Пентакли. Карта размеренной, благодостаточной такой вот жизни. Если деньги к вам идут, не тратьте их. Либо отклатывайте, занимайтесь накопительством, либо во что-то инвестируйте. Сейчас, скажем так, самый благоприятный для этого аспект. Так, дальше кто там у нас? Раки. Давайте смотреть. Раки, раки. Позитив недели. Негатив недели. И совет от карт. На позитив недели. На позитив недели у вас здесь падает карта любовники, любовный треугольник. Однозначно предстоит ситуация выбора. Не знаю, старый товарищ, это у вас новый товарищ. Либо здесь может быть ситуация выбора в целом. Не касаемо личной жизни. Например, ситуация выбора в плане работы. Либо в какую клинику обратиться, пройти лечение. Либо куда поехать отдыхать. То есть вы на перепутье. Ситуация выбора. Но для вас это будет позитивным аспектом. Почему? Потому что влюбленные – это карта правильного выбора. То есть вы сделаете выводы, примете верное решение. В плане негатива. В плане негатива. Ну, здесь видите, пятерка мечей. С кем-то вы будете очень резко, очень агрессивно. Это, знаете, вот, когда ваша агрессия, либо негатив может войти против вас. Ну, скажем так, ранив кого-то, вы сами еще больше раните себя. То есть постарайтесь контролировать свои эмоции, либо свои слова. Потому что, в первую очередь, пятерка мечей – это карта каких-то вот словесного выражения. То, что вы позиционируете другим людям. То, что вы отдаете в этот мир. И в плане совета. Так. В плане совета у нас четверка мечей. Ситуация отдыха застой. Значит, что могу вам сказать здесь. Во-первых, нужно больше отдыха. Потому что вы здесь уже, знаете, просто, как говорится, на износ. Нужно немножечко передохнуть. Давайте посмотрим, в какой сфере жизни вам рекомендуется. Отдых в целом, да, либо что-то, скажем так, пустить на самотек. Ну, что же здесь у вас. В плане работы. Я понимаю, что финансовый аспект для раков очень важен. Но, тем не менее, не пытайтесь заработать все деньги. Скажем так, не то, чтобы это не ваша прерогатива. Но не на эту неделю. Здесь вам нужно немножечко отдать возможности прийти к себе в чувства. Отдохнуться, браться с мыслями. Обдумать какие-то планы. Вот этот тяжелый, изнурительный труд, он просто вас подкосит. Поэтому не занимайтесь вот этим вот трудоголизмом. Не насилуйте себя. Дальше. Давайте смотреть, кто у нас тут. Львята. Львята, львята. Что у вас тут на позитив недели? Негатив недели. И совет от карты. На позитив недели. Так, на позитив недели. Шестерка пентаклей. Карта получения денег. Либо оказание кому-либо финансовой помощи. Либо карта вложений. Потому что, посмотрите. Видите, вы соизмеряете. А не там, не переплатил ли я себя. Не переплатил ли я за какую-то ценность. То есть вы сопоставляете все факты воедино. Да, скажем так, посмотреть. Здесь есть начаши весов. Насколько для вас это впоследствии будет оправдано, либо рентабельно. В плане негатива. Что у вас здесь падает? Карта сомнений. Все-таки быть или не быть? В чем вопрос? Смотрите. Если у вас здесь касается серьезных покупок. Или серьезных вложений. Либо здесь будут два варианта. Между которыми вы будете метаться. Либо сомнения. А стоит или не стоит? Как же поступить? Кстати, иногда по двойке пентаклей. В плане негатива. Что здесь может быть? Это получение денег из нескольких источников дохода. Но вы не успеваете. Знаете как? И там, и там работать. Вы просто не тянете. И в плане совета. Что вам здесь падает? Ой, пятерка пентаклей. Что все-таки подумайте. Потому что можете вложиться. И скажем так. Либо остаться на мели. Потому что пятерка пентаклей. Это карта материальных трудностей. Здесь это может касаться вопросов. Не знаю. Ипотеки. Кредитования. Выплаты каких-то долгов. Либо расчета по финансам. Ну, давайте все-таки посмотрим. То есть, чтобы у вас была какая-то финансовая стабильность. И подушка за душой. Но, тем не менее. Здесь вам нужно заручиться чьей-либо поддержкой. То есть, если вы собираетесь брать какую-то крупную покупку. Если вы семейный люди, нужна поддержка. Либо, если вы не семейный человек, поддержка родственникам. Чтобы кто-то вас в этом аспекте мог подстраховать. Вот видите, у вас падает карта выбора. Что-то вы здесь очень сильно сомневаетесь. Вот, я тяну для вас. Левята. Семерка кубка. Видите, вот везде у вас колебания и трудные выборы. С чем же это связано? Что же вас так тревожит? Потому что это может повлиять на вашу стабильность. Но то, что стабильно. Могу сказать так. По императору. Серьезные какие-то связанные вложения. То есть, не знаю, обучение, покупка автомобиля, покупка квартиры. Либо дать кому-то в долг. Либо кому-то помочь финансово. Вот эти вот перипетии. Но могу вам сказать так. Да, в какой-то степени вы можете и окажетесь на мели. Но это вам впоследствии даст стабильность. Даст будущую такую прочную, хорошую финансовую базу. Заручайтесь с поддержкой. Все у вас получится. Далее. Поехали. Делаем. Что же вас здесь ожидают? На позитив. В неделе негатив и совет от карт. Позитив недели. На позитив недели восьмерка мечей. Здесь у вас закрыты глаза на какие-то вещи. В плане позитива, как говорят карты. Отстранитесь от этого хаоса. Закройте глаза. Послушайте свой внутренний мир. Что вам говорит ваше подсознание, ваша интуиция и сердце. Вы сами сможете, скажем так, разрешить те проблемы, в которые вы себя вогнали. То есть нет ничего невозможного. Нет никаких неразрешимых дилемм. Сейчас вам нужно просто действительно послушать саму себя. То, что вам говорит ваше внутреннее чутье. В плане негатива. Тройка мечей. О, ситуация здесь может быть разбитого сердца. Вот. Так вот, решите. Стоит ли вам продолжать, например, эти отношения. Либо эту работу. Потому что по тройке мечей. Это может быть ситуация, знаете, решиться на увольнении или не решиться. Разорвать с кем-то отношения или не разорвать. Там, переехать, не переехать. Вот такие. То, что вам дается крайне болезненно. Но вы понимаете, что необходимо. Так. Ну и в плане совета. Что же у нас здесь? Девятка Пентакли. Все, что вы не решили, для вас будет, скажем так, востребовано. Будет оправданно. Девятка Пентакли – карта самодостаточного одиночества. Такой вот благоухающей, цветущей жизни. Если с позиции любовного треугольника туда отсечь, как говорится, уж лучше быть одной, чем с кем попало. Вне зависимости, кто сейчас смотрит, мужчина или женщина. Поэтому делайте выводы, сопоставляйте со своей ситуацией. Если, скажем так, это касается работы, финансового трудоустройства, уйти в свободное плавание. То есть, либо уйти на другую работу, либо начать работать на саму, либо самого себя. Так, весы. Позитив недели. Негатив недели. И совет от карт. На позитив недели. Весы. Много и рыбку съесть, и все остальное. Но, честное слово, вот у вас... Понимаете, если вы пытаетесь схитрить, опередить что-то, либо кого-то, либо сокрыть какую-то информацию. Это карта воровства, интеллектуального труда, чьих-то идей, планах, либо желания сокрыть информацию, например, от близких вам людей, касаемо чего-либо. Ну, такое. Главное, чтобы вот этот вот аспект позитивный потом не вывелся в негатив. Так, в плане негатива. Здесь вам падает карта императрица. А вот здесь для того, что вы, видимо, скрыли информацию, она потом всплывет. Будут проблемы с мамой, с бабушкой, с близкими людьми. Да, если бы смотрит мужчина с супругой. Или же в целом для кого-то, например, с начальницей, если касается этой работы. Поэтому будьте здесь, пожалуйста, аккуратны. Потом придется, знаете, как заискивать. Ну, и в плане совета. Король кубков. Король кубков, скажем так, не ведитесь на эмоции, контролируйте эмоции, используйте свой профессиональный подход, чего бы это ни касалось, работы, отношений и так далее. И если вам необходимо, то в этой ситуации заручитесь поддержкой мужчины. Он вам поможет, скажем так, в решении этих наболевших вопросов. Так, смотрим дальше. Скорпионы. Что же у вас здесь? Итак, на позитив недели, на негатив недели и совет от карт. На позитив недели. Ну, у Скорпионы все прекрасно. Двойка кубков. Эмоции бьют ключом, чего бы это ни касалось. Работы, личных отношений, либо каких-то проектов. В плане работы, ситуации партнерства, выгодного делового сотрудничества, продвижения по карьере, либо в целом удачных каких-то соглашений. То есть прошли собеседование, либо, скажем так, совместно с кем-то начинайте проект какой-либо, который вам приносит и радость, и удовольствие. Если в плане личной жизни. Те, кто в ссоре, ситуация примирения. Те, кто был одинок, можете найти вторую половину. Ну, а у тех, кто был в парте в паре, ну, то есть все замечательно, все здесь хорошо. В плане негатива. Пятерка жезлов. Но вот за эту вам ситуацию придется побороться. Потому что помимо вас есть немало конкурентов. Поэтому держите в ухо востро. Ну, и с позиции совета. С позиции совета. То с мечей не нужно медлить. Эта карта прорыва, это карта интеллектуального потенциала. Если у вас есть идея, необходимо сейчас расставить все точки над «и» и решить все на этом берегу, чтобы на другом берегу не было никаких вопросов. И, соответственно, как в последствии проблем. Поэтому у скорпионов достаточно такая замечательная неделя. Давайте смотреть дальше. Что же у нас здесь? Стрельцы. Стрельцы, стрельцы. Так. Позитив недели. Негатив недели. И совет от карт. На позитив недели. Так. Рыцарь кубков. Ну что? Ждите здесь каких-то эмоций. Либо ухаживаний. Появление мужчины в водной стихии. Это рак, скорпион или рыбы. Если здесь это не касается появления мужчины. Что здесь? В плане работы. Новое выгодное деловое предложение. Новое хобби. Все то, что вам доставляет эмоции. Либо же преображение. Внешнее, внутреннее. То есть, когда вы, допустим, там, знаете, как изменение. Поменяли имидж. Поменяли облик. Доставили массу благоприятных эмоций себе. Пара целью кубков. Также может быть поступление денег. Это хорошее самочувствие. То есть, карта у вас очень замечательная. Падает на позитив. Для кого-то, да. Признание. Либо предложение. Руки и сердце. В плане негатива. Здесь у нас падает карта жрица. А вот здесь, смотрите. Могут предложить, например, отношения тайного характера. Либо в плане негатива стоит информация, которую вы не ожидали. Поэтому, ну, вот такой вот момент. Либо рассчитывали на одно, получили другое. Ну и совет от карт. Здесь у нас падает четверка жезла. Карта стабильности. То есть, что бы у вас в этой неделе не произошло, все будет стабильно. Все принесет радость. Для многих по четверке жезлов это может быть еще покупка дома, обустройство дома. То есть, ремонт, какие-то покупки там мебели, предметов бытовой техники и так далее. То есть, создавайте вид в своем доме. У вас это вам принесет и массу радости, и массу удовольствия. Так. Газировки. Давайте смотреть, что у вас. Так, козероги. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели. На позитив недели здесь у вас падает паж мечей. Карта с каким, скажем так, каких-то планов, каких-то идей, то есть, которые вы вынашиваете. Это карта сообщений, каких-то переговоров, заключения сделок, нотариальных бумаг, получения каких-то документов, оформления виз, билетов и прочее, прочее. Плюс здесь карта, знаете, как сборы и прощупывание информации, касаемо тех вопросов, которые вас интересуют. В плане негатива. Здесь у вас падает карта императрица. Ну, какие-то проволочки, например, за бумагами, либо с чем-то еще, и за женщиной. Если смотрит мужчина и за супруги, либо и за мамы, если смотрит женщина, то есть, мама, бабушка, либо начальница. То есть, какие-то вот перипетии с этим человеком. Ну, и в плане совета. Здесь у нас падает старший аркан императора. Сохранять спокойствие, стабильность, контролировать ситуацию, контролировать свои эмоции. И у вас все получится. Неделя у вас замечательная. Так. Давайте посмотрим дальше. Водолеи. Что у вас падает? На позитив недели. Негатив недели. И совет от карт. Позитив недели. На позитив недели король Пентакли. Приход прибыли, либо приход денег, либо появление мужчины для женщин. Да, земной стихии. Телец, дева или козерог. Либо, скажем так, мужчина может быть просто состоявшийся, состоятельный. Если смотрит мужчина, это какая-то поддержка и влияние со стороны такого мужчины. Либо помощь отца. Ну, то есть, все, что касается финансовых вопросов, стабильности и процветания. То здесь у вас все получится. В плане негатива недели, десятка Пентакли. То, что вам предстоят какие-то серьезные материальные траты. На семью, либо на обустройство дома. Либо какие-то инвестиции, за которых вы очень сильно будете переживать. Ну, давайте посмотрим, оправданно ли для вас это. По десятке Пентакли это могут быть какие-то перипетии в плане семьи. Десятка Пентакли семейная карта. Ну, то есть, могут быть какие-то там неурядницы в семье. Что здесь? Так, ну, у нас здесь идет ситуация выбора. Относительно чего? Так, относительно... Ну, вот здесь это может проиграться как мама, как супруга. Понимаете, женщина водной стихии. Вы какие-то, вот скажем так, она поставит вас перед ситуацией выбора. Вот так для вас это может проиграться. Так, ну, из позиции совета. Здесь у нас падает маг. У вас все получится. Вы хозяин положения. Скажем так, все стихии в ваших руках. То есть, чего бы ни касался вопрос. Личной жизни, здоровья, работы, финансов, каких-то планов, переезд и так далее. У вас все получится. Потому что вы контролируете процесс и держите руку на пульсе. Поэтому у водолеев будет замечательная неделя. Ну, последние наши любимые рыбки. Так, рыбки, что же у вас здесь будет? Давайте, смотрите. На позитив недели, на негатив недели и совет от карт. На позитив недели. Рыбки. Ну, наконец-то ситуация примирения, если вы в ссоре. Если вы в отношениях, то это отношения могут перейти на новый уровень. Потому что подводки кубков это карта свадьбы, помолвки. Либо в целом новая этапа в отношениях. Если вы свободны, то карта указана на том, что вы можете найти вторую половину. Если не перевязываться к личной жизни с позиции работы и бизнеса, как-то делового партнерства, взаимовыгодных соглашений. Ну, в целом. Либо приятная встреча с друзьями. Это, знаете, такой вот сердечный, загадочный друг. В плане негатива. То, что вы пытаетесь схватить и объять все сразу, контролировать абсолютно все процессы. Соответственно, ну, знаете, как не то, что нигде может быть не толку. Все равно не сможете все объять необъятно. Все равно где-то будут какие-то упущения. Поэтому делегируйте час обязанностей. Либо своим подчиненным, либо своим близким. Работайте сообща. Ну, и с позиции совета. Двойка жезлов. Здесь у вас падает карта новых перспектив, новых возможностей. Ситуации выбора. Давайте посмотрим, что здесь конкретно. Так. Ну, вот видите, у вас здесь как-то желание перемен, либо желание уплыть к другим берегам. Потому что вот здесь у нас падает карта... Так. Здесь у нас падает карта Ирпант, либо Жрец. Здесь у вас, может быть, вы стоите перед выбором. И у вас будет ситуация, либо обрести себе духовного наставника, прислушаться совету к старшим. Если это касается работы и так далее. Если это касается личных взаимоотношений, здесь, может быть, после ваших раздумий ситуация выбора. Все-таки вы можете решиться на официальный брак. Поэтому здесь, смотря у кого какая сфера, как проиграется. Но неделя для вас очень благоприятная. Поэтому не переживайте, все у вас получится. Вот таким вот у нас вышел расклад на эту неделю. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как он у вас проиграется или не проиграется. Мне очень важна от вас обратная связь. Безусловно, я не всегда успеваю прочесть все комментарии, либо на них ответить по разным причинам. По своей загруженности. Либо YouTube, в принципе, в последнее время крайне редко выдают оповещения о наличии в комментариях. Ну, это какой-то сбой там идет в системе. Но, тем не менее, по возможности их все просматриваю, стараюсь вам современно отвечать. Я вас благодарю за внимание. С вами была Ева Лекцер. И до новых встреч.